Добрый день. Ну, согласитесь, сегодня достаточно провокационное название доклада и, наверное, все-таки начать надо с самих принципов диагностики меланомы. Чем отличается меланома от нормальных клеток? Дело в том, что в норме, когда мы говорим о регуляции деления меланоцитов, то сигнал к делению всегда поступает к извне, в результате этого активируется каскад, который связан с делением клетки, и только тогда клетка делится. В клетках меланомы, в отличие от нормальных клеток, произошла активирующая мутация в одном из участников каскада. Это может быть рецептор в данном случае, это ген КИД, это может быть промежуточный белок, в данном случае это ген НРАС, это может быть БИРАФ, наиболее частое событие, и это могут быть мутации в гене ЭРК, на самом деле они тоже составляют определенный процент активирующих событий в меланоме. Результат всегда один и тот же. Клетка делится сама по себе, вне зависимости от того, поступают извне сигналы к делению или нет. Что важно, что в зависимости от того, какова причина появления меланомы, очень отличается спектр мутаций. Самые частые меланомы, с которыми нам приходится ставиться, это те участки кожи, которые в норме в повседневной жизни мы Солнцу не показываем. Ну, например, самое характерное – это меланомы спины, согласитесь. Именно для этих меланом характерны мутации в генах БИРАФ. Есть меланомы, которые располагаются на участках, которые более или менее показываются Солнце, ну, например, на лице, там совершенно другая статистика. Ну, и особую группу составляют меланомы акральные меланомы, слизистые меланомы. Там реже бывают мутации в генах БИРАФ, хотя бывают, но при этом достаточно часто бывают мутации в гене КИД. Обратите внимание, все эти три события – активация рецептора, активация Н, раз активация БИРАФ, они взаимоисключающие. Более того, на самом-то деле очень важно понимать, что эти меланомы, про которые мы говорим, они в достаточной степени отличаются по своему патогенезу. Ну, например, для меланом, которые связаны со злоупотреблением ультрафиолетом, там вообще очень много мутаций, поэтому эти опухоли практически всегда достаточно иммуногенные. Недаром же иммунная терапия разрабатывалась, испытывалась впервые для пациентов с меланом. Если мы говорим для меланомы слизистых, то они где-то напоминают другие висцеральные опухоли. Там очень мало мутаций, несмотря на то, что есть активирующие мутации в генах КИД, и они на иммунотерапию не отвечают. БИРАФ, разумеется, самая известная мишень для меланомы, потому что для мутированного гена БИРАФ разработаны препараты. Это либо комбинация ДАБРАФИНИП плюс ТРАМИТИНИП, либо комбинация ВЕМУРАФИНИП плюс КОБИМИТИНИП, что существенно, что всегда эти препараты назначаются парами, потому что если назначать только монотерапию БИРАФ, эта терапия неэффективна, и стандартом является назначение комбинации. Это БИРАФ-ингибитор плюс МЕК-ингибитор. Это для меланомы. Надо понимать, что другие разновидности опухолиолиоза, с мутацией БИРАФ В600Е, например, опухоли толстой кишки, они лечатся по другим схемам. Что важно понимать, когда мы говорим о диагностике мутации БИРАФ и о возможных ошибках. Опухоль состоит из разных клеток. Это непосредственно опухолевые клетки, меланомы. Они могут содержать мутацию. И клетки стромы, фибробласты, сосудистые клетки, лимфоциты. Очень часто бывает, что когда вы берете просто образец опухоли, только отдельные части опухоли содержат опухолевые клетки. А так это конгломерат клеток стромы. Мутации есть только в опухолевых клетках. В нормальных клетках мутации нет. И чтобы вам обеспечить правильный анализ, вам крайне необходимо визуализировать, где находятся опухолевые клетки и выделить их. Согласитесь, это трудоемкий процесс. Я в последнее время в качестве примера прошу представить колбасу с прожилками жира. Ну вот представьте, вы можете просто нарезать кусочек колбасы, и там будет все вместе. А если для каких-то мероприятий необходимо, вам надо выделить вот эти участки жира в качестве отдельного субстрата. Тут то же самое. Несомненно, выполнение диссекции – это очень квалифицированный труд, это затраты времени, это затраты специалистов, затраты оборудования, реагентов. Ну, к сожалению, я вижу на опыте, что очень часто в погонке за скоростью анализа и в погоне за снижением себестоимости анализа процедуры диссекции опухолевых клеток пренебрегают. Еще один существенный момент. Мутации активирующие есть в кодоне 600, но это разные мутации, они не выявляются единым тестом. И есть еще мутации в кодоне 597, которые тоже чувствительны к терапии. Для того, чтобы выявлять полностью актер мутации, необходимо комбинирование методов. Но опять же, тут вопрос срока выполнения, тут вопрос себестоимости. Но так или иначе, что является догмой во всех странах? Это догма. Если вы правильно делаете диагностику меланомы, то у вас частота мутации только в гене ВИРАФ будет составлять 60%. Посмотрите, как это выглядит графически. Это, разумеется, условные картинки. Вот у нас участок опухоли, который поступает на анализ. Опухолевые клетки содержатся только в части этого образца, а не по всей поверхности. Именно поэтому нужен морфолог, чтобы посмотреть, где находятся опухолевые клетки. Именно поэтому нужна процедура микродиссекции. Только опухолевые клетки должны поступать на процедуру выделения ДНК и на последующий анализ. Но посмотрите, достоверность этих результатов подтверждается первым и единственным эпидемиологическим исследованием, в которых анализировались пациенты с меланомами из совершенно разных регионов России. Это достоверное исследование, потому что здесь независимо участвовали две лаборатории. Это моя лаборатория и лаборатория, которая возглавляется Георгием Авраамовичем Франком. И эти результаты, они у нас являются результатом совместной работы. Посмотрите, действительно частота мутации в гене-берах в случайной выборке больных с меланомой чуть более 60%. Подавляющее большинство, красными стрелками помечено, составляют те мутации, которые чувствительны к терапии, берав ингибиторами. Это любая мутация с цифрой 600 и, как ни парадоксально, мутация там, где цифра 597. А вот мутации 601, они не чувствительны к терапии. И посмотрите, для этого понадобилось несколько пациентов попытаться пролечить, в том числе тут есть и наша одна публикация, где мы пытались такого пациента лечить берав ингибитором. Ну и, к сожалению, без успеха это подтверждают другие исследования. А вот эта мутация 594, которая встречается и при меланомах, и при опухолях толстой кишки, она вообще не приводит к активации гена берав. Ну, таким образом, что указывает этот слайд? Частота мутации должна быть высокой. И вы должны убедиться, что лаборатория выявляет все мутации, все разновидности мутаций, которые позволяют назначить терапию, берав ингибиторами. Мне очень интересно будет комментарий Анны Сергеевны Артемьевой на этот слайд, потому что я прекрасно понимаю, что, когда мы говорим про анализ экспрессии PD-L1, это уже область компетенции морфологов. И действительно, тестирование экспрессии PD-L1 является важным компонентом индивидуализации терапии. Ну, например, при раке легкого, при некоторых разновидностях рака молочной железы, при некоторых других локализациях. Но, посмотрите, здесь регистрационные документы на иммунотерапию, которая используется для лечения меланом. Ни одна регистрационная характеристика не включает PD-L-тестирование. Это наш отечественный препарат, пролголемаб, атезолизумаб, пембролизумаб, миволомаб. Посмотрите, это все я сделал копии из регистрационных документов. Так, нигде нет такого критерия, как PD-L-экспрессия. Ну, к сожалению, мне это немножко удивительно, что у нас по стране, честно говоря, достаточно часто доктора просят выполнить PD-L-тестирование для пациентов с меланомой. Это нелегитимный тест, в нем нет никакого смысла. Несколько лет назад, когда препараты были достаточно дорогие, малодоступные, я думаю, все хорошо помнят времена, когда, в общем-то, единичные пациенты получали БИРАФ-специфическую терапию. Сама по себе постановка о диагностике БИРАФ-мутации являлась в какой-то степени провокацией, потому что, ну, понятно, когда есть пациент с метастатической меланомой, и у него есть БИРАФ-мутация, очень сложно ему отказать в назначении терапии, и тут очень тяжело найти баланс между бюджетом, дефицитом и медицинской потребностью. Последнее время, благодаря программе онкологии, у нас идеальная ситуация с доступностью таргетных препаратов. Согласитесь, БИРАФ-ингибиторы и комплементарные к ним препараты, метангибиторы, есть практически во всей стране, и все пациенты с БИРАФ-мутациями могут получать подобное лечение. Более того, создана система референс-центров, которые созданы на базе федеральных учреждений, в функцию которых входит обеспечение подобной диагностики. И, в частности, диагностика БИРАФ-мутаций, то, что нужно для пациентов с меланомой, она полностью покрывается системой ОМС. Таким образом, имеется полный доступ не только к самим лекарственным препаратам, но и создана система для того, чтобы каждый пациент мог получить высококвалифицированную, хорошую диагностику в центре, который специализируется на подобной диагностике. В нашем учреждении референс-центр по приказу Министерства здравоохранения, нашего руководства, нашего учредителя, был создан в конце декабря 2019 года, и мы рассматриваем деятельность референс-центра как приоритет нашего учреждения, потому что мы специализированное учреждение, которое в том числе выполняет на мировом уровне тесты по молекулярной диагностике, и мы считаем, что это наша миссия обеспечить правильное выполнение подобных анализов. Что существенно, это не только приоритет для нас в качестве работы, мы не только заявляем, что у нас все процедуры технологические соответствуют мировому уровню, но мы также пытаемся работать в плане сервиса. Ну, в частности, мы на себя, наш институт, наш центр на себя берет все расходы по курьерской доставке и по возврату материала. Еще один очень существенный момент. Мы работаем в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. Когда мы стали выполнять тесты на мутации, которые привязаны к лекарственным препаратам, мы немножко не ожидали, какой колоссальный интерес будет к результатам этого анализа. Чем это связано? У нас есть лекарственные препараты, у нас есть компании, которые поддерживают, что эти препараты применяются, и выясняется, что очень важно знать заинтересованным лицам, в каких регионах обнаруживаются пациенты с мишенями, в каких регионах обнаруживаются пациенты с мутациями. Именно поэтому сейчас, к сожалению, в общем-то созданы разные программы, разные системы, которые призывают лаборатории передавать, пусть даже в деперсонализированном виде, результаты подобных анализов, чтобы знать, в каком учреждении появились пациенты, нуждающиеся в подобной редкой разновидности терапии. Мы категорически на такое сотрудничество не идем, потому что если сам тест компенсируется из средств ОМС, то есть из средств государства, то это наша обязанность как федерального центра отдавать результаты только врачам, только пациентам, но никоим образом не передавать эти результаты ни каким заинтересованным лицам, ни в какие третьи руки. И это, на мой взгляд, важно, что если вы работаете с нашим учреждением, то результат приходит только вам, никакой здесь утечки этого результата нет. Как мы работаем в рамках биорахмутации? Ну, опять же, здесь достаточно легкая ситуация, потому что, к счастью, все-таки меланома не самая частая опухоль, таких пациентов значительно меньше по сравнению с пациентами рака молочной железы, рака легкого, более того, метастатических пациентов значительно меньше. Получается, что ВИРАФ-тестирование на сегодняшний день покрывается ОМС, и это относительно маленькая нагрузка. Если мы работаем с учреждением, если у нас сложились отношения по диагностике, частенько нужно, если это акральная или слизистая меланома, выполнить тест на мутацию в генитит. Вот мутация в генитит уже не покрывается ОМС, то мы все равно это делаем в качестве дополнения к тесту ВИРАФ. Тест на мутации НРАС не входит ни в какие стандарты, но зачастую мы вообще-то делаем тест на мутацию НРАС, потому что это внутренний контроль, правильно ли выполнено тестирование. Если у нас хотя бы одна из перечисленных мутаций имеется, то этот случай является абсолютно достоверным. Если мы, допустим, у молодого пациента меланомы кожи не нашли ни одной из перечисленных мутаций, я бы переделал всю процедуру, потому что у меня возникают сомнения, может быть, на каком-то этапе возникла ошибка. Мы очень тщательно следим за статистикой. У нас статистика как была, так и есть. У нас 60% меланомы кожи, которые к нам попадают, мы обнаруживаем в ГИРАФ мутацию. Ну, очень существенно все-таки подчеркну, что никоим образом я не хочу позиционировать наш институт онкологии как учреждение, которое занимается только тестированием. Существенно, что это федеральный центр, который работает по онкологии в целом. Это и в первую очередь научная работа, это образовательные мероприятия, как сейчас, и это, разумеется, различные мероприятия по диагностике. Существенно, что на самом деле не только мы выполняем диагностику, но мы выполняем медицинское сопровождение тех случаев, которые мы продиагностировали по запросу врача. Разумеется, мы можем выдавать консультации и по запросу выписывать какие-то рекомендации, если учреждения нуждаются в подобных рекомендациях по какому-либо комплектному пациенту. Далеко не все идеально в системе ОМС, потому что в целом в ряде регионов закончились лимиты или по каким-то причинам сложно организовать работу в рамках ОМС. Так как у нас научно-исследовательское учреждение, то у нас практически по всем маркерам, которые нужны врачам, есть исследовательские программы, которые в какой-то степени компенсируют те сложности, которые могут возникнуть в ОМС. Поэтому если по каким-то причинам вам неудобно работать в ОМС, обращайтесь к нам. Мы всегда попытаемся, по крайней мере, найти способ, как это же самое тестирование сделать абсолютно бесплатно в рамках всех программ, которые есть. Еще раз подчеркиваю, что у нас бесплатная курьерская доставка и возврат биоматериала. И все-таки самая наша важная миссия – это, несомненно, научные исследования, создание чего-то нового. Я всячески приглашаю обсуждать возможности для совместных работ, для научного сотрудничества. Этот заключительный слайд. Здесь контактная информация. У нас колоссальный вклад в деятельность референс-центра вносит Анна Николаевна Малкова. Она является руководителем всех служб, которые взаимодействуют с регионами по линии референс-центра и телемедицины. Ну и здесь моя контактная информация. Все, что касается непосредственно медицинских вопросов, научных вопросов, вопросов, где требуется решать какие-то непосредственные проблемы, связанные с онкологическими нюансами. Указан адрес электронной почты, указан мой телефон. Не стесняйтесь обращаться, потому что мы очень высоко дорожим нашей миссии сотрудничать с другими докторами. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok